Добрый день, коллеги. Начнем. Сегодня у нас вебинар на тему «Настройка месячного БДДС. Лимитов расходования денежных средств на его основании в рамках блока бюджетирования». Ведущий я, консультант-аналитик Константин Алексеев. Пару слов о себе. Больше пяти лет я занимаюсь автоматизацией на производственных предприятиях, участвовал в проектах в России, Беларуси и Казахстане, занимаюсь в основном финансовыми блоками, но затрагивал, участвовал, затрагивал в том числе и остальные блоки продажи, закупки, логистику, электронные архивы, отчетность и другие в той или иной степени. О чем мы сегодня будем разговаривать по программе? Мы посмотрим объекты блока бюджетирования, которые нам необходимы. Задача у нас сегодня какая? Посмотреть, как сделать плановый БДДС, из чего он состоит, какие элементы нам нужны. Еще такой организационный момент. Сразу скажу, запись будет на нашем канале в YouTube. По вопросам. Вопросы пишите в чате. В конце встречи я на них отвечу к программе. Мы посмотрим объекты системы, которые нам нужны для того, чтобы сделать БДДС плановый. Мы сделаем оперативные, операционные бюджеты или оперативные бюджеты, они по-разному называются, то есть отдельные бюджеты, из которых как раз будет информация для нашего консолидированного БДДС, бюджета движения денежных средств. Мы посмотрим, как мы получаем данные по поступлениям денежных средств, мы посмотрим, как мы получаем данные по нашим расходам по выбытиям денежных средств. Мы посмотрим, как в БДДС, в ERP настроить начальные остатки, чтобы, во-первых, они получались из факта, то есть на начало месяца, ну допустим, на начало месяца они получаются по нашему фактическому остатку, который есть. А во-вторых, чтобы он пересчитывался, я покажу пару способов, чтобы начальные и конечные остатки пересчитывались в БДДС в зависимости от как раз данных, которые мы введем. Расчет кассовых разрывов, соответственно, это то же самое. Посмотрим конечные остатки, как у нас будут формироваться конечные остатки. Так, настройка лимитов. И, соответственно, мы сделали БДДС, он нам для чего-то нужен, а с настройкой лимитов мы сильно углубляться не будем, но настроим лимиты по одной из статей. Отчетность. Отчетность. Мы посмотрим, какие отчеты есть в 1S ERP как раз для бюджетных данных, для данных по лимитам. Пойдем по объектам. Какие объекты нам вообще нужны? Извините, коллеги. На экране вы видите объекты системы, которые классически нужны для блока бюджетирования, которые участвуют в блоке бюджетирования. Участники процесса бюджетирования – это, соответственно, те роли, которые настраиваются участникам процесса бюджетирования. Кто это такие? Это либо человек заводит данные, либо человек контролирует данные, сотрудник имеется в виду, либо это согласующий, который согласует бюджеты. Это роли в системе. Следующий элемент – это у нас виды бюджетов. У нас как раз все бюджетирование крутится вокруг видов бюджетов. Чтобы настроить форму, нам нужно сделать вид бюджета. Вид бюджета и есть настройка нашей формы. Экземпляр бюджета – это у нас сам документ, в котором мы будем фиксировать данные. То есть вид бюджета настраивает форму, а экземпляр бюджета вводит в этой форме данные. Мы посмотрим все это в системе. Остальные элементы нам сегодня особо не понадобятся, но они в бюджетировании тоже участвуют. Соответственно, перейдем к самому процессу бюджета. Мы посмотрим сначала объекты, которые нам нужны. Потом эти объекты уже появятся в наших формах. Так, сразу скажу. У меня демо-база 1S ERP, версия 2.5.8.295. Что мы будем использовать? Организацию будем использовать из демо-базы «Металлсервис». Она нас полностью удовлетворяет. Какие-то настройки дополнительные в ней делать не нужно. Единственное, что для нее нужно сделать – это банковский счет, если он нужен, опять же. Мы им пользоваться не будем, но просто для информации, что банковский счет нужно завести. Это не тот элемент, которым мы будем активно пользоваться, поэтому я их просто назову, что они есть. И все. Структуру предприятия я буду использовать. Соответственно, это подразделения, которые есть у нашего предприятия. Я буду использовать два подразделения. Они тоже нам не принципиальны. Вы можете использовать любые. Ну и, соответственно, вы будете использовать свои. Я просто для примера буду использовать коммерческую службу для поступлений и дирекцию для расходов. Потому что в одном месте есть отбор по подразделению. Я просто покажу, как это сделать. Так, что еще? Из общих элементов – это все. Все. Дальше мы идем. Бюджетирование, планирование, настройки и справочники. Это элементы, объекты, системы, которые используются в бюджетировании. Что нам понадобится? Нам понадобится модель бюджетирования, в которой мы будем создавать наши бюджеты, виды бюджетов. Нам понадобится статья бюджетов. Это основной элемент, с которым мы будем работать. Нам понадобится показатель бюджетов. Все остальное мы использовать не будем. Просто кратко расскажу, что это такой, а не финансовый показатель. Это такой аналог либо регистра сведений, либо валюты, либо процента. То есть это некий показатель, который вы можете завести в систему. Вы можете его ввести в систему, можете использовать в бюджетах. Такой вспомогательный инструмент, когда вам не нужно ничего заводить в статьи. То есть это не поступление денежных средств, это не выбытие денежных средств. Но вы используете какой-то коэффициент, допустим, умножаете, через два месяца умножаете какую-то статью на 1,3. Вот в качестве 1,3 можно использовать не цифру 1,3, а не финансовый показатель. И это удобнее, потому что при изменении финансового показателя будет меняться само значение. Вам не придется каждый раз заходить в формулу и менять значение. Ну и плюс сохраняется история. Правила получения фактических данных. Посмотрим, когда будем делать ПТДС с сложной таблицей. Виды бюджетов мы, соответственно, будем смотреть. Еще мы будем использовать сценарий бюджетирования. Посмотрим, как это делается. Аналитики тоже посмотрим. Связи показателей посмотрим. Шаблоны. Сегодня нам это не нужно. Так, все остальное. План подготовки бюджетов. Это относится уже к этапам подготовки бюджетов. Сегодня не будем это смотреть. Но просто скажу, что если вам нужно сделать так, чтобы программа автоматически создавала задачи на сотрудников, либо бюджеты для сотрудников, допустим, на месяц, если вам нужно на месяц сделать 10 форм, чтобы у вас какие-то сотрудники сделали по поступлению и по расходам, но вы не хотите создавать это вручную, вы можете настроить план подготовки бюджетов, и оно будет за какой-то период, извините, в какой-то момент автоматически создаваться на следующий месяц, на следующий или на любой другой период. Планирование запасов. Нам это не нужно. Это товарное планирование. Так, по настройкам. Никаких специфических настроек мы сейчас не делаем. Нам понадобится настройка по лимитированию, но у меня она сейчас отключена, поэтому я ее включу тогда, когда мы будем заниматься лимитированием. Теперь вернемся к презентации. Это у нас по элементам. По элементам. Теперь мы посмотрим вот на этот слайд. Это один из вариантов создания бюджета движения денежных средств. То есть вот эти вот квадратики сверху – это некие операционные бюджеты. Сотрудники вводят данные. Бюджет продаж, бюджет кредитований, закупок и так далее. Они вводят эти данные. Потом эти данные можно консолидировать. Они уже находятся в системе, но их еще. Еще раз можно консолидировать в бюджете купления или в бюджете выбытия денежных средств. И, соответственно, из этих данных уже создать бюджет денежных средств. Соответственно, вот на этом этапе возникает такой момент, что а как разделить? Нужно ли делить по этим бюджетам? И как делить? Потому что если вы делали до этого в Excel, то у вас, допустим, одна форма, вы ее пересылаете по почте. Одна Excel-овская форма, вы ее пересылаете по почте, и сотрудники у вас заполняют, допустим, какие-то определенные свои строчки. И у вас одна форма на все. Нужно ли это делить? Нужно ли это делить? Да, лучше поделить. Соответственно, возникает вопрос, как это лучше поделить. Мы идем в систему. Мы начинаем работу уже над нашей моделью. Сначала такой методологический шаг. Мы идем в статьи. Статьи бюджетов. Что такое статьи бюджетов? Это некие сущности системы, именно оборотные. То есть, если вам нужно зафиксировать в системе данные на день, на неделю, на месяц, на год, либо на какой-то другой системный период, их можно фиксировать в разрезе статей бюджетов. Мы сегодня будем… Ну, то есть, я думаю, все, кто сюда пришел, они уже знают, что такое бюджет. И, соответственно, как бюджет примерно выглядит. Что это слева – это статьи, сверху, допустим, периоды. Ну, и еще какие-то аналитики дополнительные. Соответственно, статьи я буду тоже использовать из демо-базы. Я не буду создавать новые, но я просто расскажу, что из себя представляют статьи. Это такой иерархичный справочник. Я буду использовать статьи из демо-базы. Ну, вот откроем одну. Ну, давайте я создам просто. Создать статью. Из чего состоит статья? Это наименование, допустим, выступление денежных средств. Что сделать? Наименование. Можно ввести описание какое-то, оно нигде не фиксируется, но оно есть. Можно что-то написать. Группа – это иерархичный такой момент, вот денежные средства. Это папочка, в которой находится статья. Дальше, вот здесь виды аналитик – 6 аналитик. В рамках статьи бюджетирования можно добавить к статье 6 аналитик. Но при этом надо понимать, что организация, аналитики, организации и подразделения можно сделать сквозной. Что это значит? Да, коллеги, вопросы можно, как я вначале сказал, пишите их в чате, и я в конце встречи отвечу. Смотрите, 6 аналитик, неважно в каком порядке вы их вносите, надо в подряд их внести, иначе пустые будут. Что такое аналитики? То есть вы вводите данные по поступлению денежных средств, но вы их можете вводить в аналитики организации, вы можете их вводить в аналитики подразделения, это сквозные аналитики, то есть они идут по умолчанию. Их можно включить в настройках всех бюджетов. Но есть еще аналитики, в рамках которых вы можете ввести данные. Допустим, поступление денежных средств вы можете ввести в аналитики контрагенты. Если вы так указали, то вы поступление денежных средств при создании бюджета, при настройке бюджета, мы это посмотрим, вы можете сильно сейчас не вдумываться в это, мы это посмотрим. Вы можете к статье в бюджете указать контрагентов, ввести данные в разрезе контрагентов. И в системе у вас эти данные будут фиксироваться в разрезе контрагентов. Вы сможете посмотреть, по каким клиентам деньги придут. Это можно по клиентам, можно по другим аналитикам. Это список предопределенных по умолчанию аналитик. Можно добавить договоры. По каким договорам будут поступления. Можно сделать направление деятельности, допустим. Ну, номенклатура для движения денежных средств не подходит, но она может подойти для доходов-расходов. Подразделение тоже можно указать. Сейчас, секунду, коллеги. По подразделениям отдельный вопрос. Подразделение можно указывать два. Можно указывать подразделение в шапке экземпляра бюджета. То есть самого бюджета, который мы делаем. Можно указывать по статье. Иногда так делают. Это два разных... Это будет две разные аналитики. То есть, допустим, подразделение, которое ввело бюджет, и подразделение, по которому, ну, в данном случае придут деньги. Придут или уйдут. Место возникновения затрат. Можно по другим аналитикам. То есть, какие вы видите, по такими можно. Дальше. Учет. Ну, их, соответственно, их шесть. Можно указать. По количеству. Это больше подходит к доходам-расходам. Извините. Имеется в виду, что бюджет можно планировать не только по сумме, но и по количеству. Учет по валюте. Соответственно, чтобы... Это применяется, когда у вас валюта не по умолчанию. Нам это не нужно сегодня. Но если у вас разные валюты, то вам нужно будет нажать вот эту галочку и работать уже с валютами. По статьям. Что здесь еще есть? Здесь есть правила получения фактических данных. Мы их посмотрим в ВДДС. Зависимые показатели. Мы их тоже посмотрим в ВДДС. Соответственно, вот это все статьи, которые мы будем использовать, больше мы использовать не будем. Больше мы уделим время, внимание функциональности, а не наполнению. Соответственно, как... У нас есть много бюджетов. Как их разделить? Допустим, у нас есть вот эти вот шесть, их шесть статей. Давайте перейдем в Excel. Такой методологический момент. Лучше его показать вот так. Вот у нас есть наши шесть статей. Соответственно, нам нужно определиться, как разделить это по бюджетам. Разделить очень просто. Допустим, вот так. Допустим, у нас есть несколько ЦФО. И мы должны определиться, как мы вводим, для каких ЦФО, какие ЦФО вводят, какие статьи. Соответственно, мы можем составить вот такую вот шахматку, в которой мы укажем, что поступление, допустим, указывает ЦФО 1. ЦФО 1 и ЦФО 3. Оплата коммерческих расходов указывает только вот второе ЦФО. И так далее. То есть мы разделяем статьи, мы пишем, какие статьи какой ЦФО вводит. И после этого мы уже можем пойти в систему и составить бюджеты. Соответственно, один бюджет – это пересечение статьи и подразделения. Не всегда, то есть у нас, допустим, ЦФО 1, ЦФО 3 вводят одну и ту же статью, одни и те же данные, я имею в виду, по поступлениям. То есть что в итоге получится? У нас должен быть бюджет по поступлениям. У него будет одна форма, но вводить его будут два разных ЦФО. Не прямо сейчас мы сделаем всего два бюджета, но главное посмотрим функциональность. И, соответственно, оплата коммерческих, оплата налогов, все то же самое. Ставим вот так вот, кто вводит. И создаем бюджеты только со статьями, которые нужны конкретному ЦФО. Сразу скажу, это необязательно. Можно сделать одну форму на все, кинуть ЦФО, настроить, допустим, доступы. Но это не очень удобно с организационной точки зрения. Когда ты можешь разделить на несколько статей, лучше разделить. Есть определенные настройки доступов, чтобы сотрудники ЦФО-4 не видели какие-то элементы, какие-то статьи, которые доступны ЦФО-3. То есть вам понадобится отдельный человек, который будет этим заниматься и за этим следить. Поэтому, если у вас есть возможность настроить бюджет по одной какой-то статье, то делайте по какой-то одной статье. Ну, то есть не по одной статье, а по одному блоку. Если это поступление, поступление, оплата, оплата. Можно объединить несколько статей. Ну, допустим, ЦФО-4 делает налоги, оплату сырья и зарплату. Соответственно, у него будет три статьи. Давайте теперь пойдем в систему. Что нам нужно? Соответственно, мы создаем наши бюджеты. Идем в бюджетирование, планирование. Первое, что мы делаем, это создаем модель бюджетирования. Для чего нам нужна модель бюджетирования? Модель бюджетирования объединяет все настройки и правила, которые вы ставите для некой условной своей модели бюджетов. Допустим, для месячного планирования. Для месячного планирования. для месячного планирования или для годового планирования или для стратегического пятилетнего планирования и вот модель бюджетирования все это объединяет давайте создадим назовем месячное планирование бддс здесь есть статус статус ставим действует действует с 1 января ставим мы ставим бюджеты по организациям бюджета по подразделениям и утверждать бюджеты для чего это все нужно то есть то что я говорил про сквозные аналитики организации подразделения вот мы сейчас сделали так что в каждом бюджете вы будете указывать отдельно организацию отдельно подразделение эти аналитики будут сквозны то есть в статьях не нужно указывать организацию подразделения они бы уже их указываете в бюджете это будет фиксироваться в регистра я покажу регистр когда создадим бюджет и увидите что там будет бюджетный процесс как я рассказывал касается бюджетного процесса ставим здесь периодичность месяц но мы сегодня вы не рассматриваем но вот здесь видите кнопочка настроить расписание можно настроить по какому расписанию вы будете ваша система будет создавать вам бюджеты для для конкретного планирования допустим для месячного за ну допустим 25 числа создать создадутся все бюджеты все все бюджеты которые надо заполнить а 27 они должны быть заполнены так что тут еще виды бюджетов будем заполнять лимиты будем настраивать план подготовки сегодня не нужен записать и закрыть так я немножко переименую чтобы не терять так вот поставлю так идем дальше мы создаем еще сценарий сценарий бюджетирования создаем просто создаем его что здесь есть наименование валюта что такое сценарий бюджетирования соответственно та плоскость на которую лягут все наши данные сценарии могут быть разные то есть применяться могут быть разные для разных целей может быть месячный может быть квартальный может быть годовой может быть оптимистичный пессимистичный оптимальный усредненный он может быть на каждый квартал или кварт каждый месяц если у вас скользящее скользящее планирование вы создаете план до конца года каждый квартал обновляете его то можно сделать несколько сценариев и создавать в рамках них разные планы допустим когда у вас заканчивается первый квартал вам нужно обновить данные со второго квартала до конца года вы будете делать это не в том же самом сценарии чтобы данные смешивались а вы можете сделать это в другом сценарии и вы увидите и первоначальные данные эталоны и новые данные обновленные потом вы можете их сравнить дальше валюта валюта рубли ставим прогнозные курсы прогнозные курсы нужны для пересчета данных мы сегодня ничего с ними делать не будем но я введу кое-что ввиду прогнозный курс по долларам потому что иногда бывает ошибка когда у вас когда у вас валюта управленческого учета в системе может быть другая валюта например доллар он будет требовать установки прогнозных курсов для этой валюты поэтому я его сейчас сделал но я по-моему включил уже рубли поэтому у нас проблем не должно быть все мы сделали модель бюджетирования мы сделали сценарий теперь мы можем у нас есть статьи наши вот наши статьи которые мы будем использовать можем сделать вид бюджета аналитики по статьям вот то что вы сейчас на экране видите вот допустим поступление аналитики контрагент договор статьи денежных средств оплаты сырья тоже есть контрагенты договоры в основном вот контрагенты договоры есть по всем платежным статьям но не у всех по налогам допустим контрагентов никаких нет по зарплате но тоже если необходимость указывать контрагентов или сотрудников но вряд ли вы будете по сотрудникам планировать зарплату это Если у вас 500 человек, вряд ли вы будете это делать. Но иногда делают. Теперь создаем бюджеты. Бюджетирование, настройки и справочники, виды бюджетов. Я создам группу. Мне сейчас не принципиально на самом деле модель, но мы создали модель, поэтому мы создадим. Нажимаем создать, выбираем нашу модель, нажимаем создать. Пишем бюджет поступлений. Это карточка вида бюджета. Здесь мы будем настраивать нашу форму. Мы указали наименование. У нас есть галочка «Использовать для ввода плана». Что это такое? Когда мы настраиваем вид бюджета, по виду бюджета можно не только ввести данные, но и отобразить их в виде отчета. Поэтому есть такая галочка. Чуть разные настройки будут дальше, если убрать эту галочку. То есть, например, если убрать эту галочку, то более лояльно программа относится к изменению настроек, потому что это уже отчет, поэтому данные нигде не фиксируются. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Чем дальше, наверное, поймете. Модель бюджетирования. Наша модель бюджетирования. Аналитические разрезы бюджета. Если у вас есть какие-то аналитики, которые вам нужно ввести в шапки бюджета, именно в шапки, то есть не в табличной части, а именно аналитика на весь бюджет, то здесь можно ее дополнить. Ну то есть добавить и выбрать из тех же самых аналитик статей какую-то аналитику. То есть если вы не применяете сквозную аналитику организации, можно сюда добавить организацию. Если вы не применяете сквозную аналитику подразделения, можно добавить подразделение. Если у вас бюджет, допустим, у вас один какой-то глобальный клиент, и по нему нужно сделать такой индивидуальный бюджет, то вы можете добавить аналитику контрагента и делать бюджет по конкретному клиенту. То есть бывают такие компании, когда вот несколько клиентов, и им нужна более высокая детализация, но, допустим, по каждому клиенту работают разные сотрудники. Соответственно, они могут ввести данные, они могут ввести данные по клиенту не в табличной части, а в шапке. И все последующие данные будут по клиенту, по этому клиенту, который они указали. Ну, я покажу чуть позже. Способы планирования. На фиксированный период, либо скользящий. Сегодня мы будем использовать фиксированный период, скользящий нам не понадобится. Но скользящий, то есть если нажать скользящий, то у нас, соответственно, выйдет вот такое вот меню, на сколько периодов нам планировать. На сколько периодов с какого-то момента нам планировать. Мы делаем на фиксированный период, на месяц, Нам скользящий сегодня не нужен. Граница фактических данных – это нужно для план-факта. Ограничение доступа – нам это неинтересно. Формировать с полными или не формировать – это про доступа, то есть то, что я говорил, про роли в начале. Если у какого-то сотрудника нет доступа к определенным объектам системы, допустим, к какой-то статье или к какому-то показателю или к виду бюджета, то программа смотрит, выводить эти данные или нет. Настройки редактирования бюджетов – это в какой форме ввести, вводить данные? В табличном вводе или… Ну, то есть когда экземпляр бюджета будем вводить, тогда посмотрим. Так, все остальное у нас не принципиально, технические моменты. Дальше переходим в структуру бюджета. Вот это как раз и есть тот конструктор, в котором мы создаем бюджет. Слева у нас элементы, которые мы можем использовать. Справа у нас структура бюджета. Пока она пустая. Что мы можем использовать? Ну, заголовки, текст, статьи наши. Можем вот так вот открыть, выбрать наши статьи. Показатели бюджетов. С показателями мы тоже сегодня поработаем. Производный показатель. Тоже в BDDS я покажу производный показатель, как он делается. Не финансовый показатель. Можно выбрать не финансовый показатель, который мы используем. Мы сегодня не будем использовать. Так, редактируемые значения. Тоже что-то вроде текста. Таблица. Это, соответственно, таблица, которая у нас будет. Таблица, в форме которой у нас будет бюджет. Строки, колонки нужны для сложных таблиц. Сложных – это термин. Такое сейчас я буду переносить, вы увидите. Измерения – это как раз вот те аналитики, которые у нас есть по статьям или по бюджетам. Сквозные аналитики, не сквозные – все аналитики можно выбрать для того, чтобы ввести их в бюджете, ввести или отобразить в отчете. Период. Ну, соответственно, можно выбрать любой период. Сейчас я буду переносить, будет понятно, как с этим работать. Группы, формула. Можно ввести отдельный формул. Давайте начнем. Мы берем вот так таблицу и перетаскиваем ее мышкой в правую структуру бюджета. Еще раз покажу. Берем, перетаскиваем. Здесь программа предлагает три варианта. Либо показатели в строках, то есть что это значит. Статьи будут в строках, а в колонках будут, ну, допустим, недели, дни, месяца, ну, то есть все, что угодно. Показатели в колонках, то есть статьи будут в колонках. Ну, почти никто это не применяет, поэтому не будем нажимать. И сложная таблица с произвольным расположением показателей формул. Это когда вы можете настроить заполнение, либо отображение, либо ввод данных по каждой ячейке. Не только по какой-то одной статье, а по каждой ячейке. Ну, я покажу. Мы создаем простую таблицу с показателями в строках. Создать таблицу. Вот у нас появилась таблица, колонка, строки, настройки оформления. Так, соответственно, что нам нужно? Нам нужно слева в нашем бюджете разместить наши статьи по поступлениям. Сверху – периоды. Мы заходим в статьи. Ищем наши статьи. Вот они. Вот у нас статья «Поступление от реализации товаров». Мы тоже ее вот так берем и перетаскиваем в строки. Все, у нас в строках есть поступление. Сейчас мы с поступлениями ничего не делаем, но нам нужно, чтобы сверху были периоды. Допустим, дни. Заходим вот так в измерение. Периоды. И день. Перетаскиваем день. Он нам предлагает либо все периоды, либо выбрать какие-то периоды. Я ставлю все периоды, чтобы были у меня все дни. Добавить бюджет. Все. У нас, по сути, бюджет готов. Но мы хотим вводить в разрезе контрагентов поступление. Что для этого нужно сделать? Заходим опять в эти измерения, в аналитику. То есть, что нужно сделать, чтобы нам вводить не просто одну цифру по поступлениям, а разбить ее по контрагентам. По контрагентам и договорам. Заходим в аналитику. Здесь есть контрагенты. Также хватаем контрагенты и перетаскиваем в поступление. Здесь можно либо все значения вывести, но все значения – это у вас просто программа зависнет, особенно если у вас там больше 200 контрагентов. Это надолго он начнет выводить, и вам придется сидеть и искать где-то эти контрагенты. Поэтому мы пишем фиксированные значения. И вот здесь ставим галочку «Добавлять значения в экземпляре бюджета». Для чего это нужно? Это чтобы мы в самом экземпляре могли выбрать нужного нам контрагента. Для того, чтобы сотрудник, который вводит данные по поступлениям денежных средств, сам выбрал контрагента, который ему нужен. Нажимаем «Добавить», нажимаем «Добавить бюджет». Здесь у нас появляется строчечка «Добавляемые прочие контрагенты». По договорам то же самое. Я не буду их добавлять, чтобы время сэкономить, но все то же самое просто берете, перетаскиваете. Только перетаскиваете уже в контрагентов. Ну, давайте перетащим. Вот все то же самое. Я перетащил, нажал кнопочку, и вот здесь такая небольшая иерархия. Статья, контрагент, договор. И вот в такой иерархии мы будем вводить данные. Соответственно, давайте мы просто понажимаем на поля. То есть, по сути, мы сделали уже бюджет, он в разрезе дней, в разрезе контрагентов, в разрезе договоров. Что, допустим, вот здесь надпись «Сумма» означает? Это означает, что мы будем вводить данные по такому измерению, как сумма. Можете вспомнить, когда… Вот я сейчас зайду в статью. Вот статья. И вот здесь была кнопочка «По количеству». Если бы я ее нажал, у меня была бы возможность вводить данные, в том числе по количеству. То есть, были бы две колонки. По количеству и по сумме. Но нам это не нужно, поэтому мы ввели только сумму. А вот здесь можно было выбрать сумму, количество, количество, сумму. Но у нас только сумма, поэтому только сумма. На все остальное сейчас пока не смотрите, мы это посмотрим позже. Если мы нажмем на аналитику, соответственно, выйдет вот такое окошко, где тоже что-то можно настроить. Все то же самое, что когда мы перетягивали. Здесь можно настроить отображение дополнительных полей. Но это уже оформление. То есть, имеется в виду, если вы выберете… То есть, у нас есть контрагент, в нем есть реквизиты. У него есть реквизиты. Если мы добавим вот в правое поле какой-то реквизит, допустим, NNN. Ну да, пусть будет NNN. Если мы его добавим, то в бюджете он будет выводиться, как справочная информация. Только как справочная информация, по нему не будет никаких отборов. Так. Если нажать день, то, соответственно, можно поменять периодичность, но нам это не нужно, пусть будет день. Все. Мы создали бюджет. Нажимаем записать. Теперь сразу создаем экземпляр бюджета. Прямо из этой формы. Можно создать форму из бюджетирования, планирования экземпляров бюджетов. Давайте отсюда и создадим. Как будто сотрудник создает. Нажимаем создать. Это список всех экземпляров бюджетов. И в нем есть некие отборы. То есть, еще раз, мы создали вид бюджета. Мы настроили вид бюджета, как он будет обображаться. А теперь мы вводим данные по настроенным нами правилам. Создаем экземпляр бюджета. Нажимаем создать. Модель. Ставим нашу модель. Месячное планирование. Вид бюджета у нас один пока. Сценарий. Ставим наш сценарий. Месячный план. Организация. Ставим металлсервис. Подразделение. Ставим коммерческую службу. И период ставим. Давайте февраль. Мы поставим февраль. Как будто мы сегодня создаем на февраль. Здесь есть статус. Я его в конце изменю. Переходим во вкладку бюджет. Вот наша табличная часть. Смотрите. Здесь две вкладки. Основное и бюджет. Вот основное – это как раз шапка. Вот то, что я сейчас вводил, организацию и подразделение – это как раз сквозные аналитики, которые мы включили в модели бюджетирования. Но, в принципе, в самом виде бюджета можно вот сюда в шапку добавить любой реквизит из возможных аналитиков. Вот там, где мы смотрели, основное – вот здесь аналитические разрезы бюджета. Можно нажать и добавить любую аналитику. Я сейчас не буду. Мы его уже создали. Так, соответственно, нам нужно ввести какие-то данные. Переходим в бюджет. У нас сверху дни отобразились на весь месяц. Слева у нас статья поступления. И здесь вот видите – прочие контрагенты, прочие договоры. Их мы можем ввести. Мы нажимаем два раза на прочие контрагенты и можем выбрать какого-то контрагента. Любого, любого. Давайте альфу. Контрагент, альфа. Что произошло? Мы выбрали контрагента. Здесь прочие договоры. Появилась еще одна строчка, в которой мы можем выбрать другого контрагента. Можно вот так вот выбрать. Контрагент. И, допустим, альтайр. Чтобы выбрать договор, нужно нажать, соответственно, на договор, если там они есть. Можно, кстати, несколько видов договоров выбрать. Но здесь какие-то договора есть, поэтому я их выберу. По альтайру тоже. Еще раз. Мы сейчас выбираем аналитики. Но, в принципе, это не обязательно. Мы могли в настройках бюджета, вот здесь вот контрагент, когда мы его ставили, мы могли указать фиксированное значение. Мы могли указать все значения, чтобы он выводил вообще все значения. Мы могли указать какой-то определенный перечень контрагента. То есть, в принципе, мы могли сделать и то, и другое. Мы могли сделать вообще, чтобы выводились какой-то фиксированный список значений, а потом дополнительно сделать так, чтобы еще можно было бы добавить этот список контрагентов. То есть как это делается, это можно перетащить сюда контрагентов два раза. Будет две строчки по контрагентам, одна и вторая. Только в одной будет фиксированное значение, а во второй будет добавляемый. Сейчас не будем делать, для нашего примера это не принципиально. Так, ну и соответственно давайте введем какие-то данные, допустим по, так, не по миллиону, а давайте по 300 тысяч. 300 тысяч, опять же, можно не вводить на все, на весь промежуток. Давайте мы просто скопируем, вставим. Это можно скопировать, ставить сверху вниз, можно скопировать во все периоды, и у нас автоматически проставится во все периоды. Ну и плюс он посчитал сумму. Коллеги, какие-то моменты по бюджетам я буду опускать, потому что конкретно для нашего примера это не нужно, но и времени тратится много, я надеюсь сегодня хотя бы там полтора-два часа уложиться. Поэтому задавайте вопросы, если что-то кому-то непонятно или кому-то интересно, то я в конце отвечу. Так, мы ввели данные по поступлениям. Допустим, у нас два клиента по договорам, вот у нас по 300 тысяч в день поступления, но мы условно говорим, что у нас каждый день по 300 тысяч. Не считаем выходные, не считаем какие-то праздники. Я сделал по дням, чтобы ВДДС, ВДДС потом сделать по неделе. То есть я вам покажу, что можно ввести по дням, а потом ВДДС формировать по неделе. То есть разные периоды можно использовать. Мы могли здесь сделать 4 недели и вводить по неделе, но сделали по дням и заполнили до конца. Мы ввели данные по поступлению. Что здесь еще есть в этой форме? Можно скопировать, вставить, это понятно. Скопировать по периодам, можно обновить данные. Это для формул, пересчитать тоже для формул. Заполнить. Заполнить. Это заполняется по данным бюджетирования, если заполнены какие-то правила. Какие-то правила имеются в виду, вот здесь вот поступление. Заходим, у нас есть заполнение, и здесь есть какое-то правило. Сегодня, опять же, оно нам сильно не понадобится, но в ВДДС мы его затронем. Мы ввели данные, давайте пойдем дальше. Основное. А, и можно из Excel загрузить данные. То есть, если форма такая же, то можно загрузить данные из Excel. Дальше. В экземпляре бюджета мы ставим статус утвержден и провести закрыть. Все. Данные по поступлениям, вот он у нас в конце. Данные по поступлениям мы ввели. Они в системе зафиксировались. Давайте я вам покажу движение документа. Это больше техническая информация, но, в принципе, аналитики тоже ее знают. Кратенько покажу, что вот в регистр накопления оборотов бюджета фиксируется информация. То есть, в некий регистр, в некую плоскость фиксируется информация, которую мы ввели. Зафиксированный период планирования, сценарий, который мы вводили, статус, статья. И вот организация подразделения, видите, отдельно отображается. Что я хотел показать. Вот здесь есть шесть аналитик, в рамках которых можно ввести статью. И вот видите, организации подразделения отдельно стоят. То есть, их в статью добавлять не надо. То есть, экономим две аналитики в статье. Все, это все, что я хотел здесь показать. Теперь мы создадим расходный бюджет. Мы не будем делать много-много бюджетов. Создадим два бюджета – поступление и выбытие. Нажимаем «Создать». Бюджет расходов. Здесь ничего не меняем. Мы тут принципиально ничего нового не делаем. Таблицу. Простая таблица. Добавляем период «День» в колонке. Все то же самое делаем, что и было. Основная модель. И перетягиваем. Их тут выделить, к сожалению, нельзя по нескольку. Поэтому нужно перетянуть с оплаты. Оплата сырья. И вот все статьи, которые здесь есть, мы перетягиваем в расходы. Сразу покажу. Можем сделать группу. Вот группа. Перетягиваем группу в строки. И перетаскиваем все наши статьи в эту группу. То есть, что это значит? Что такое группа? То есть, они сгруппированы в иерархии. Я могу назвать эту группу как «Расходы завершить». А еще я могу сделать так, чтобы все эти статьи считались в этом бюджете. Я перетягиваю формулу. Вот формула по группе. Перетягиваю в группу. Она встает в конце. Ее можно сделать вверху. Вверху я сделаю BDDS. Он просто посчитает сумму. Все. Бюджет по расходам мы сделали. Записать. Создаем экземпляр бюджета. Ставим наш сценарий. Нашу организацию. Ставим дирекцию. Другое подразделение. И ставим февраль. Принципиально все то же самое. То есть, эквизиты все те же самые, кроме подразделения. Потому что коммерческая служба не отвечает за расходы. Переходим в бюджет. У нас есть здесь некие статьи. Мы поставим здесь, допустим, по 400 тысяч. Я скопирую. Стоп. Я поставлю по 100 тысяч. По 100 тысяч. Скопировать. Вставить. Я здесь заморачиваться не буду. Я поставлю одни и те же цифры. Вот у нас каждый день тратится по 500 тысяч. Но, естественно, вы можете заполнять разные цифры на разные недели. То есть, мы делаем сейчас БДДС из расчета на то, что мы будем отсматривать... Из расчета на то, что мы сможем рассматривать кассовые разрывы на каждый день. Вообще, мы будем смотреть по неделям, но на каждый день тоже будем смотреть. Тоже есть возможность посмотреть, скажем так. Все. Нам нужно зафиксировать эти данные. Переходим к статусу. Ставим утвержден. Зачем я ставлю статус утвержден? Зачем вообще нужны статусы? Есть статус отменен. Подготовки на утверждение утвержден. Разные статусы можно при заполнении последующих данных, можно подтягивать данные все, вообще в принципе, которые утверждены, которые на утверждении, которые в подготовке. А можно подтягивать данные только те, которые утверждены. То есть, это такой принципиальный момент. Но единственный такой момент, что здесь мало статусов. Отменен в подготовке. Создаем мы в статусе подготовка, но утверждение утвержден. Как правило, при автоматизации бюджетирования, если у вас есть формы, конечно же, согласование идет не в одну, там, две итерации, а в несколько итераций. Если вам нужно больше двух-трех итераций, то нужно будет что-то придумывать. Либо как-то изменять сам бизнес-процесс, либо что-то дорабатывать. Либо дорабатывать в системе, либо применять другое программное обеспечение. Допустим, чаще всего применяют 1С документ-оборот при согласовании бюджетов. Потому что вы приобретаете 1С документ-оборот, у него у самого по себе очень большой функционал, да еще и бюджеты может согласовывать. Поэтому это очень удобно. Все, мы утверждаем его, проводим и закрываем. Все, мы создали поступление. Мы создали бюджет по поступлению, мы создали бюджет по расходам. И мы ввели эти данные, зафиксировали в системе за февраль. Теперь нам нужно увидеть как раз эти кассовые разрывы, как раз БДДС нужно сформировать. Мы можем, конечно, создать тоже вид бюджета, чтобы эти данные вводились. Вы можете создавать бюджет БДДС, чтобы эти данные вводились и фиксировались в системе. Допустим, вы можете заполнять его из каких-то, из статей более низкого уровня, статями более высокого уровня. Допустим, у вас статьи, вот где у меня? Статьи, вот у меня много статей, а для БДДС не нужно столько статей. Им нужно, ну, то есть в консолидированном бюджете нужно меньше статей. И, соответственно, вы можете создать другие статьи и заполнить данные в этих статьях из других статей. Надеюсь, понятно объясню. А можно сделать это в другом сценарии, чтобы зафиксировать данные в системе. Но, в принципе, если вы ввели данные по поступлениям, вы ввели данные по расходам денежных средств, эти данные уже в системе. Поэтому, в принципе, вам уже не нужно ничего фиксировать в системе еще, потому что эти данные уже есть. Поэтому сегодня мы будем создавать просто отчет, который выведет эти данные и придаст им какой-то смысл. Это не просто поступление расходов, а у них есть там начальные остатки, конечные остатки. Как-то все это пересчитывается. Давайте создадим такой бюджет. Создать. Бюджет. Движение денежных средств. Мы убираем вот эту галочку. При создании экземпляра бюджета для ввода настройки будут примерно те же самые. Отличия несущественные будут. Все, мы создали бюджет движения денежных средств. Мы убрали галочку «Использовать для ввода плана». Теперь у нас это вид бюджета, но он делает отчет. Создает. Просто выводит данные. Переходим в структуру бюджета. Я создам два BDDS. Один плановый. Один плановый в простой таблице. Один планфактный. С одной цифры сделаем по-быстрому. В сложной таблице. Чтобы показать разные таблицы. Переводим таблицу. Создаем простую таблицу. В колонках я хочу недели видеть. То есть у нас бюджеты были вообще в днях, но я хочу видеть колонки. Перетягиваю неделю. Добавить бюджет. Вот у меня тут недели будут. Теперь я хочу сделать разделы. Чтобы у меня слева были несколько разделов. То есть сначала мы просто выводим данные, которые ввели первый этап. Вот я беру группу, перетягиваю строки. Чтобы скопировать группу, чтобы не перетягивать слева направо, можно вот здесь вот зажать control слева снизу на клавиатуре и перетянуть еще раз строки. Она скопируется. То же самое можно сделать с любым элементом. То есть если у вас 20 статей, и вам нужно сделать то же самое еще с пятью разделами, можете не перетягивать каждый раз. Можете просто их вот так вот выделить и перетянуть. Для вас это будет намного быстрее. Эту группу мы назовем «Поступление денег средств по основной деятельности». Я заморачиваться не буду, я просто скопирую название. Здесь напишу «Выбытие». Что я делаю дальше? Я в эти группы перетаскиваю свои статьи. Пишу свои статьи и перетаскиваю нужные статьи. «Поступление в поступление», «Оплаты в оплаты», «Выбытие». Все, я перетащил статьи, я еще хочу увидеть суммы. Я сразу перетаскиваю формулу по группе в группы, чтобы увидеть сумму. Но я хочу видеть сумму не снизу, а я хочу, чтобы сумма была вот прямо в этой строке. Ну то есть если это «Выбытие», я хочу сумму увидеть вот в этой строке, в бюджете. Что для этого нужно сделать? Нужно сумму поднять вверх. Для этого есть такая кнопочка «Вверх», «Переместить вверх». Я сейчас не буду этого делать, я покажу сначала, что получилось. Нажимаю «Записать», «Просмотреть вид отчета». Вот выводится у нас такое вот поле. То есть теперь мы можем посмотреть вид отчета. Что у нас здесь есть? Периоды. В какой валюте мы хотим увидеть отчет? Можно либо в регучете, либо в управленческом учете, либо в валюте сценария. Если мы указываем сценарий. То есть если я вот здесь вхожу сценарий наш, у меня появится здесь еще в валюте сценарий. Но у меня сейчас везде одна и та же валюта, поэтому мне не важно. Ну пусть будет в валюте сценария. Можно сделать отбор по организации, можно сделать отбор по подразделению. Но у меня в принципе сейчас никаких данных других нету, поэтому я это не указываю. Сформировать. Вот вышли наши данные. Но они не по дням, как в начале, как мы указывали, а по неделям. То есть дни в неделе можно объединить. Если ваши сотрудники вводят данные по дням, то можно объединить это в недели или месяцы в более большой период, скажем так. Теперь я хочу, чтобы вот эта сумма, вот эта вот сумма, которую она посчитала, я хочу, чтобы эта сумма была наверху. Для этого нужно вот эти суммы перенести наверх. Вот так я нажимаю на сумму и перетаскиваю наверх. В первую строчку. Нажимаю записать. Бюджет. Сформировать. Видите, у меня сумма появилась вот здесь. Пусть вас не смущает, что разные цифры на разных неделях. Это потому что недели разные в месяце. Поэтому это не ошибка, это просто разные недели. Здесь в феврале в первой неделе меньше дней, чем в последующих. Это с этим связано. Мы можем вывести в этом бюджете вообще в принципе все. Мы можем сделать отбор по организации, по подразделению, а можем в принципе все сделать в рамках какой-то конкретной организации. То есть если у вас несколько организаций, вот в последнее время начали приходить клиенты, у них много организаций. Давайте я вам покажу. Допустим, измерение. Нажимаю измерение. И здесь вот видите, есть организация и подразделение. Вот когда я вводил бюджеты, этих аналитик не было, вот сейчас здесь есть. Потому что мы выводим отчет, поэтому здесь так появилось. Я перетаскиваю организацию в строки. Все значения, пусть будут все значения. Здесь имеется в виду не все значения вообще, а все перечисленные значения, по которым есть обороты и остатки. Я нажимаю добавить бюджет, а теперь я перетаскиваю поступление и выбытие в организацию. Нажимаю записать, бюджет, сформировать. Видите, появился металл сервис. То есть если у вас будет десяток компаний, по десятку компаний у вас будут... Извините, коллеги, тут окошко появилось от зума. И по десятку компаний у вас будут разные данные, то вы сможете вывести по каждой компании. Соответственно, что мы делаем дальше? Я организацию беру, нам она сейчас не нужна. Я просто сказал, что это можно сделать. Так, поступление, выбытие. Возвращаем первоначальный вид. Теперь, соответственно, я хочу увидеть начальное сальто, конечное сальто. Как мне это сделать? У нас есть такой элемент системы, как показатели бюджета. Это бюджетирование, планирование, настройки, справочники, показатели бюджета. Вот так выглядит. У меня уже есть какие-то показатели, я создам с нуля. Создать. Для чего он нужен? Показатели бюджетов. Если статьи бюджетов – это оборотные сущности, то показатели бюджетов – это остаточные данные. То есть, если по статьям фиксируются обороты, то в показатель мы можем закинуть какие-то данные на… Ну как закинуть? То есть, вот эти данные мы свяжем с показателем, и он будет считать поступление в плюс, выбытие в минус. То есть, он будет рассчитывать вообще в принципе плюсы и минусы. То есть, он будет рассчитывать остаток. Поступление у него в плюс, выбытие в минус. То есть, в Excel это… Если от нуля, если в показателе ноль, то плюс 3 миллиона, минус 2,5 миллиона, он выдаст какую-то остаточную цифру за этот период. Надеюсь, понятное объяснение. Теперь идем в показатель. Это не единственный способ. Это первый способ. Показатели. Введем денежные средства. Давайте я сегодняшнее число введу, чтобы не путаться. Группа не важна. Здесь те же самые 6 аналитик. Мы аналитики не будем заполнять. Здесь мы тоже больше ничего не делаем. Нажимаем записать и закрыть. Больше ничего не делаем. Пока больше ничего не делаем. Мы будем делать постепенно, чтобы было видно, что мы вообще делаем. Вот у нас, кстати, появился наш показатель. Мы перетаскиваем наш показатель, созданный в строке. Переводим его наверх. Я сразу здесь сделаю настройку, потому что нам нужно в начале бюджета начальные остатки, в конце бюджета конечные остатки. Я нажал на показатель. И, соответственно, значение – это то, что я хочу вывести. Я хочу вывести вверху моего бюджета денежных средств начальный остаток. Нажимаю начальный остаток. Все остальное сейчас не имеет значения. Завершить редактирование. То же самое я делаю в конце. Денежные средства. Но то же самое я имею в виду конечный остаток. Завершить редактирование. Я могу скорректировать название. Я напишу здесь начальный остаток денежных средств. А в конце напишу конечный. Конечный остаток денежных средств. Записать. Мы пока ничего не настроили. Мы смотрим, что форма обновилась. У нас появился начальный остаток. У нас появился конечный остаток. Теперь нам нужно связать эти статьи с показателем, который мы создали. Чтобы он что-то считал. Мы заходим в показатели. В наш показатель. Здесь есть такая ссылочка связи показателей. Нам нужно здесь настроить, чтобы поступления давали плюс этому показателю, а расходы минус. Нажимаем создать. К сожалению, здесь только одну статью можно указать, поэтому придется по одной статье делать. Нажимаем статью. Выбрать влияющая статья. То есть какая статья будет влиять на этот показатель. Нажимаем поступление. Нашу статью. Влияние на показатель. Приход. Коэффициент. Соответственно, с каким коэффициентом оно будет влиять. Можно его изменить, но нам здесь это не нужно, поэтому будет единичка. Нажимаем записать и закрыть. Больше нам здесь ничего заполнить не нужно. Если бы у нас в показателе в самом были какие-то аналитики, то здесь отобразились бы аналитики. И как аналитики показателя связаны с оборотами. Это автоматически появляется. Не нужно ничего делать. То есть если у вас в показателе, допустим, есть банковский счет, и если в бюджетах вы вдруг указываете тоже банковский счет, то по этой аналитике тоже будет все считаться. Конкретно по этому банковскому счету. Ну, в смысле, по справочнику банковских счетов. Записать и закрыть. Коллеги, все задальное я сделаю быстрее, потому что все то же самое. Так, плата сырья. Здесь я уже ставлю расход. Я сейчас быстренько сделаю копирование. Ну, в принципе, при копировании ничего не создается на самом деле. Ну, то есть никакие данные не перенимаются. Поэтому придется все равно все делать вручную. Вот здесь нужно следить за тем, какое влияние оказывает статья на справочник, потому что иногда, ну и не иногда, почти всегда, когда создаешь такие связи, всегда ошибаешься. Ну, вот видите, я ошибся. Вот оплата коммерческих расходов, приход. Надо за этим следить. Мы настроили, что поступление, вот 6 статей. Поступление у нас в приход идут, все остальные статьи в расход. В принципе, можно просто выключить, но мы нажмем записать и закрыть. Идем в бюджетирование, в наш отчет. Нажимаем сформировать. Видите, начальный и конечный остаток появились. 3 миллиона, ну, условно, 3 миллиона минус 2,5 миллиона будет 500 тысяч. Вот у нас остаток появился. Я сейчас сделаю следующее. Я зайду в экземпляр бюджета. И сделаю какую-нибудь большую цифру. Где-нибудь вот здесь вот посередине. Допустим, 3 миллиона. Чтобы у нас был кассовый разрыв. Мы увидим сейчас в отчете. Вот видите, у нас появился минус. То есть, вот здесь вот у нас 3 миллиона появились. И минус отображается вот так. Здесь, смотрите, можно настроить этот отчет. Здесь можно настроить, чтобы все это красненьким показывалось. Конкретно здесь показывается в скобках. Сейчас не буду уделять этого внимания. Много времени занимает. Теперь первый момент, что мы сделали с БДДС. Мы вывели данные так, чтобы они считались. То есть, мы ввели данные. И теперь наш показатель считает остаток. Начальный остаток, конечный остаток. Из недели в неделю. Но у нас нету начального остатка. Мы хотим сделать остатки фактически. Что для этого нужно сделать? Во-первых, я посмотрю, есть ли у меня остатки. Ведомость по денежным средствам. Я вижу, что по моей компании не то, что нету никаких оборотов. Остатков нету. Ну, по банковским счетам, по кассам. Я введу остатки. Это, напоминать особо, не смотреть. Начальных остатков, денежные средства. Вот остатков на счетах. Создать. Я поставлю 31 декабря. По организации Менталлсервис. Банковский счет. Ну, по рублевому счету. Сумму поставлю, допустим, 2 миллиона. Ввести закрыть. Я ввел остатки, но мне для моего бюджета это ничего не дает. Почему? Потому что в моем показателе нет никакой настройки на фактические данные. Я иду в показатели. В свой показатель захожу. И здесь есть правило получения фактических данных. Нажимаем на него. Нажимаем создать. Здесь простое правило. Оперативный учет ставим. Нам нужно связать с статьей по денежным средствам, чтобы был остаток. Можно по регучету, но я поставлю по оперативному учету. Здесь можно выбрать статьи активов-пассивов. Я поставлю здесь статью денежные средства безналичные. И все, больше я ничего делать не буду. Нажму записать-закрыть. Записать-закрыть. Теперь посмотрю свой бюджет. У нас появился начальный остаток. Видите, у нас появился какой-то начальный остаток. У нас пересчитались данные сразу же. Вот так можно вывести и начальный остаток фактически, и пересчитать данные. Как еще можно вывести данные BDDS? Давайте мы немножко... Сейчас вот это закроем. Давайте мы немножко поиграемся с BDDS, чтобы было понятно, что с ним можно сделать. Я обещал вам показать произвольный показатель. Вот, производный показатель. Я добавлю производный показатель в строки. Появляется у меня вот такой конструктор. Я нажму... Я напишу наименование. Чистый денежный поток. Что я сделаю? Я введу разницу, но только по статьям. Между поступлением и выбытием. Берем статьи. То есть как это я увеличил так. Берем статьи. Ищем наши статьи. То есть слева сверху. Это у нас те элементы, которые можно использовать. Справа это у нас... Вот я сейчас перенесу. Вот так вот. Это те операнды, которые можно ввести в формулу. Вот слева снизу это операторы, которые можно использовать. То есть плюс-минус вопросы, логика, условия и так далее. Справа снизу это непосредственно формула. Я возьму вот так вот поступление. Перетяну. Я просто перетягиваю. Можно нажать, можно перетянуть. Я предпочитаю перетягивать. Потом я выделяю все расходные статьи и тоже сюда добавляю. Они все перетянулись. Что я делаю? В формуле вручную можно прописать. Вот поступление от реализации. То есть поступление минус расходы и минус перед каждой перетянутой статьей я ставлю. Углубляться сейчас не буду. То есть функционал бюджетирования – это отдельная тема. Нажимаю «Завершить редактирование». И перетягиваю. Ну пусть будет здесь. Пусть здесь остается. Нажимаю «Записать». Нажимаю «Бюджетирование». Нажимаю «Сформировать бюджет». И вот у меня чистый денежный поток, разница между поступлением и вбытием денежных средств отобразилась отдельной строкой. Для проверки или чтобы проверить это можно использовать. То есть для чего угодно это можно использовать. Это можно использовать в том случае, если у вас разные виды деятельности. Оперативная, финансовая, инвестиционная деятельность, бюджетирование в ВДДС. И, соответственно, у вас будет все это настроено. Можно через сумму в группе. Вот здесь в сумме, если нажать, можно выбрать среднее, максимум, отклонение и так далее. Сумму. Можно как-то извернуться через плюсы, минусы, значения и так далее. Вот если нажать на поступление, можно здесь обратный знак поставить. То есть он будет в минус. Можно так сделать. То есть можно было сделать поступление, а можно было вот все вот эти вот оплаты сырья нажать и сделать обратный знак. Что я еще хочу сделать? Ой, букву был чистый. Что еще хочу сделать? Я хочу сделать такой же чистый денежный поток, но с накоплением. Я его копирую. Пишу. С накоплением. То есть что это значит? Я захожу в каждую статью. Я хочу, чтобы у меня вот этот чистый денежный поток, он был с накоплением. То есть из месяца, из периода в период. Я захожу в статью, смещение границ, и не буду подробно все разбирать, просто покажу нарастающий итог. Значение для группировки, нарастающий итог. Нажимаем, завершить, завершить. То же самое делаем с каждой статьей. И я что хочу показать? Хочу показать результат этой настройки. Что сейчас произойдет? По сути, мы выведем то же самое конечное сальдо не только без учета начального фактического остатка. Вот видите, чистый денежный поток с накоплением. 500, только здесь не разница уже, 2200, а разница с учетом предыдущего периода. То есть, вот эта цифра это то же самое, что и конечный остаток денежных средств, только без начального остатка. Ну, если я все правильно настроил. То есть, если у нас нет начального остатка, и вообще, в принципе, достаточно спорный вопрос, брать или не брать при планировании начальный остаток, просто потому, что когда вы планируете, вы, допустим, планируете 25-го числа, вы еще не знаете конечный остаток на месяц, на конец месяца. Это во-первых. Во-вторых, обычно все-таки исходит из того, что должны оправдываться расходы, поэтому смотрят, сколько поступлений, исходит из того, что столько поступлений денег, столько расходов. а план до конца месяца, он уже был, потому что мы его создали в предыдущем месяце. Вот таким образом, это второй способ, можно вывести чистый денежный поток с накоплением. Давайте я вам быстренько покажу сейчас по БДДСу именно самому плановому БДДСу это все. То есть, мы настроили БДДС, мы ввели операционные бюджеты, мы создали БДДС, который отображает данные, мы увидели, есть или нет кассовые развивы в конечном остатке, причем двумя способами. Конечный остаток с учетом фактического остатка, чистый денежный поток, то же самое, конечный остаток без учета начального остатка. Мы видим, что если у нас денег не будет на начало месяца, то ну вот минус будет. большой. Можно вывести двумя способами сразу. Чистый денежный поток тоже можно вывести для того, чтобы увидеть, какая разница. То есть, есть дефицит или на какой-то конкретный период. Дальше. Что еще здесь можно посмотреть? Ну, ладно, пойдем дальше. Я покажу лучше сложную таблицу и на примере план-факта. Давайте я выключу все. я создам сначала факт безналичный платеж. Я создам поступление на февраль. На февраль не знаю, смогу ли создать. Давайте вот так. Так, сейчас секунду. Счет. Сейчас, секунду, коллеги. коллеги, извините, что-то настройка у меня не та. Потерялся я. Давайте без факта, но сделаю сложную таблицу. Бюджет создать тот же самый DDS сложная таблица. Сложная таблица. Так, сделаем тот же самый отчет. Тоже отчет, то есть не вот данных, а отчет. Нажимаем, переходим в структуру бюджета, перетягиваем таблицу, здесь выбираем сложную таблицу. Сложная таблица. То есть, чем настройка сложной таблицы отличается от настройки простой таблицы? Тем, что изначально сложной таблицы вы статьи не перетащите. Ни статьи, ни показатели, ничего не перетащите. Что мы делаем? Мы сначала в колонках указываем недели, вот, неделя, а потом мы в строках, вот здесь видите таблица, строка, колонка, мы перетаскиваем строки столько, сколько нам нужно. Допустим, у нас одна статья будет, пусть будет одна строка. Я захожу в эту строку, нажимаю два раза и пишу поступление, поступление денежное стол. Так, давайте еще что-нибудь введем, давайте условно, чтобы показать, а потом удалю. Что нужно сделать, чтобы настроить? Соответственно, мы добавили несколько строчек, теперь нажимаем на настроить ячейки. Это сложная таблица, поэтому нажимаем настройки ячейки. И здесь у нас появляется вот такое вот окно с ячейками. Чтобы настроить отображение конкретной ячейки, вот у нас есть колонка неделя и слева некая строка. У нас здесь ничего нет. У нас нет никакой привязки к статье, нет никаких данных, вообще ничего нет. нажимаем два раза, выберите тип ячейки, нажимаем два раза. Нам нужно отобразить данные по статье поступлений. Мы здесь ищем нашу статью, то есть здесь все элементы, то есть можно выбрать все, что угодно. То же самое, что и в простой таблице. Вот моя статья поступления, я нажимаю на нее два раза и я сделал настройку, что в этой ячейке у нас будут отображаться статьи. То есть можно нажать два раза и здесь будет та же самая настройка, что и в простой таблице. В чем отличие от простой таблицы? Если у вас какие-то нестандартные колонки, ну допустим я хочу указать неделю, давайте так и сделаем. Давайте вот так вот завершить, я нажму измерение, я вот здесь выведу неделю, а здесь месяц. Вот видите, у меня в колонках неделя, а тут месяц. Я еще раз перехожу настройки ячейки, я могу скопировать, но я не буду копировать, я просто создам его заново, нажимаю два раза и выбираю свою статью. Также можно выбрать в этих ячейках и производный показатель. вот производный показатель, а потом этот производный показатель как-то настроить. Можно не финансовый показатель выбрать. И, кстати, если выбрать производный показатель в сложной таблице, то вот здесь появляется такой элемент как ячейка таблицы. То есть вам в производном показателе, если изначально мы делали с тех показателей, то в сложной таблице можно формулу добавлять непосредственно ячейки. То есть если вот так я перетяну, я могу выбрать конкретную ячейку, вот эту, например. Нам это сейчас не нужно, я все это удалю. Я ставлю поступление по неделям и поступлением за месяц. Нажимаю завершить редактирование, все остальное я удаляю. Записать, просмотреть вид отчетов за февраль, убираю февраль. Сформировать. И вот у меня поступление, видите, по неделям идут. Вот у меня по неделям идут, а здесь за месяц. Вот если у вас есть необходимость настроить какие-то нестандартные колонки, вообще это можно было сделать и в простой таблице на самом деле, он бы вывел все это. Но для примера я просто вывел такие данные. Если какой-то произвольный, опять же, в моей практике встречалась такая вещь, когда там 4, 5, 6 колонок все на разные периоды. С начала года, за прошлый период, за прошлый год и так далее. Вот это все можно настроить в сложной таблице. Так, кратенько на это посмотрели. Но также можно, давайте вот неделю удалю, можно вывести разные сценарии. Вот так вот можно сделать сценарий. А, нет, я не сценарий сделаю. Я сначала группу сделаю за месяц, а потом перетащу сценарий. Я сделаю два сценария. по отбору свой месячный и фактический. А здесь я укажу, вот формулу по группе я перетягиваю, и вот здесь я ставлю отклонение. Завершить редактирование. Так, и, соответственно, если я перейду в отчет. Период не тут. Период слетает. Здесь нужна будет дополнительная настройка, потому что, если вы делаете по сценарию, во-первых, у меня все слетело, как вы видите. Если вы делаете по сценарию, то в самих ячейках идет отбор по сценарию. Здесь я выбрал еще раз поступление. Завершить редактирование. Писать. Если, вот видите, у меня 16800 мое за месяц появилось. Если бы у меня были фактические данные, то у меня было бы некое отклонение. Планфакт по BDDS делают редко. Но вообще, в принципе, давайте посмотрим, как это делается. Сейчас, секунду, Гальми. Все-таки попробую сделать факт. Так. Вот мой счет Metal Service. Так, проведено банком, платильщик, альфа, допустим, миллион. Так, номер, дата, статья. Вот здесь надо следить за статьями. Поступление клиентов я ставлю. Это будет наш факт. И быстренько покажу, как настроить планфакт. У нас есть статья, которую мы добавляем. Вот наши статьи. В ней нужно настроить планфакт. Мы ставим правила. Мы заходим в статью. Правила получения фактических данных. Здесь нажимаем создать. Вот здесь тип правила. Ставим фактические данные. Да, так и остается. Раздел источника. Ставим оперативный учет. Здесь мы ищем... Здесь мы ищем нужную нам операцию. В данном случае это поступление оплаты от клиента. Так, это нас не интересует. Возьму и договор. И здесь главное. Вот источник суммы. Ставим сумму оплаты. Нажимаем записать и закрыть. У меня могут возникнуть некие сложности. А, нет. Не возникло. Видите, мы вывели плановые данные. Мы вывели фактические данные. У нас выявилось отклонение. Все то же самое можно сделать в нашем оригинальном бюджете, который мы делали с начальными остатками, конечными остатками и так далее. Все это проанализировать по начальным и конечным остаткам. И, соответственно, вы увидите разницу. Можно сделать это отдельными разделами. Отдельными разделами имеется в виду сначала выведите месячный план, потом выведите фактический план. Обычно это в колонках делается, но если двумя разделами, просто перед глазами два раздела будет. Ну, то есть это конструктор. Поэтому здесь можно сделать как угодно. Можно сделать какие угодно группы, какие угодно колонки, какие угодно отклонения. Вот я могу добавить, допустим, отклонение не просто отклонение, а отклонение в процентах. Могу посмотреть, какое у меня было отклонение в процентах. У меня 94% отклонения. Так, по BDDS. Давайте вернемся к презентации. Забыл презентацию. Получение начальных остатков настройка мы посмотрели. Расчет кассовых разрывов посмотрели. Настройки лимитов. Я вернусь в наш BDDS. Так, не тот месяц. Февраль. У нас есть... Мы ввели данные. У нас есть BDDS, у нас есть поступление, у нас есть выбытие. Допустим, мы хотим настроить лимиты расходования денежных средств в системе по статье оплата сырья, товаров, услуг. Как это сделать? Опять же, не будем сильно сейчас углубляться в настройки, но настроим расчеты. Во-первых, как включается вообще лимитирование системы? Нажимаем НСИ. НСИ администрирования. Переходим к казначейству. Потому что лимитирование – это инструмент казначейства. Поэтому он устраивается здесь. Планирование и контроль денежных средств. Вот здесь есть выбор. Использование лимитов. У меня он, кстати, включен. Тут надо понимать, что как только вы включаете лимиты, ни одна заявка, проведена без административных прав, не будет. Потому что если включено вообще лимитирование, то система все время будет обращаться к данным оборотов бюджетов, чтобы посмотреть, соответствует эта заявка лимитом или нет. Это что касается именно бюджетирования. Если по документам лимитов, то там намного проще настройка в одну цифру. Сегодня не будем смотреть, но у нас в моем, по-моему, прошлом вебинаре, за ноябрь, по-моему, там про казначейство я рассказывал, там я про лимитирование рассказывал подробно. Но мы в данном случае расскажем про бюджетирование. Нажимаем по бюджетированию. Соответственно, если вам лимиты не нужны, вы просто их отключаете, и они не будут работать вообще. Все, у меня лимиты включены. Мы пойдем сразу в казначейство, в заявки и попробуем провести заявку. Заявка, оплата поставщику. Организацию выбираем нашу, металлсервис. Разделение, дирекция. Сейчас нам не принципиально. Дата платежа у нас будет какой-нибудь 16 февраля. Безналичная. Банковский счет. Получатель. Альтарю. Так. Идем в расшифровку платежа. Так, пытаемся провести заявку. Не удалось провести заявку. Почему? Заявка не попадает ни в одно правило лимитирования. То есть вообще в принципе она не попадает ни в одно правило лимитирования. Не соответствует ни одному правилу, потому что у нас мы их не настроили еще никак. Так, у нас есть статья ДДС. Давайте мы сразу ее укажем. Операционная деятельность. Плата поставщику. Еще раз пробуем провести. Не попадает ни в одно правило. Почему? Потому что у нас нет правил. Как настраиваются правила? Мы идем в модели бюджетирования. Бюджетирование, настройки и справочники. Модели бюджетирования. Ну, вообще бюджетирование, настройки и справочники. Да, модель бюджетирования. Заходим в модель бюджетирования. Здесь есть отдельная такая ссылочка. Лимит расхода. Здесь ничего нет. Лимиты могут быть в разных моделях То есть если у вас несколько моделей В каждой модели могут быть лимиты Если у вас есть модель Допустим, какая-нибудь квартальная Вы можете сделать лимиты на квартал А потом сделать в отдельной модели Лимиты на месяц Или вы можете сделать лимиты на год А потом лимиты на месяц Соответственно, что нужно сделать? Нажимаем создать У нас выходит такое окошко «Правила лимитирования». Нужно его настроить. Оно настраивается для конкретной статьи. Мы выбираем нашу статью бюджетов. Ищем нашу статью «Оплата сырья». Дальше. Периодичность. Ставим месяц. Сценарий. По какому сценарию у нас будет лимитирование? Опять же, у вас может быть лимитирование по нескольким бюджетам. Можете настроить для разных бюджетов. Но мы сейчас для одного настроим. Вот здесь идет разрешающий. Три типа. Разрешающий в пределах лимита. Дополнительно ограничивающий и информационный. Разрешающий в пределах лимита. Это, соответственно, тот лимит, который больше не даст ничего провести. То есть никаких условий, никаких отхождений, никаких расширений границ. Просто вот в пределах лимита и все. Дополнительно ограничивающий применяется. Допустим, если вы настроили лимиты для организации, а дополнительно вы можете настроить лимиты для контрагентов или для подразделений отдельно. Но, в принципе, это все можно сделать и в разрешающем в пределах лимита. Информационный. Вы можете сделать информационный лимит. Что это даст? Он не будет запрещать проведение заявок, но при этом он будет писать, что вот нельзя проводить эту заявку. То есть заявка не входит в лимит. Просто информация, просто сообщение. Теперь по нижнему полю здесь настраиваются аналитики. Видите, у нас статья. У нас определенная статья. У нас есть сквозные аналитики организации подразделения. И еще по каждой аналитике статьи можно настроить лимит. Мы заморачиваться сейчас не будем. Нажмем организацию и подразделение. Но, в принципе, можно настроить и по контрагенту лимит. То есть если мы нажмем здесь галочку «Контрагент», то данные будут контролироваться по данным, которые мы ввели в бюджете. Но зачастую по контрагентам не делают, потому что при этом нужно планировать по контрагентам. А если сама оперативная деятельность, она короткая, допустим, в рамках недели мы знаем точно, а дальше уже статистика, то, конечно, ты на месяц никак не спланируешь по контрагентам. Поэтому могут делать по подразделениям. По подразделениям, опять же, может быть какое-то ограничение по оплате за сырье или за коммерческие услуги, за маркетинг, за оплату труда и еще за что-то. То есть в любом случае по организациям. Опять же, если у вас много-много организаций, вы можете настроить лимиты по каждой из организаций. То есть то, что мы в бюджетах показывали, есть в шапке у нас, вот в экземпляре бюджета, в шапке организация, это будет лимит конкретно для этой организации. Но в принципе можно все это убрать, все эти галочки и сделать один лимит вообще на все. И у вас по бюджетированию будет лимит вообще на все, без аналитик. Нажимаем записать и закрыть. Все, лимит мы настроили. Переходим в заявку, пробуем ее провести. Не дает. Так, не попадает, не подано правило. Почему? Потому что у нас статья, которая, наша статья оплата сырья, она никак не связана со статьей ДДС. У нас здесь, это заявка на расходы денежных средств. У нас здесь указывается статья, статья движения денежных средств. У нее нет никаких реквизитов, а вот у статьи бюджетирования, в статье бюджетирования есть правило получения фактических данных, которым можно указать связь с этой статьей ДДС. Мы нажимаем создать, правило получения фактических данных, создать. И вот здесь тип правила, мы нажимаем исполнение бюджета, чтобы это касалось именно исполнения бюджета, именно лимитов. Здесь ставим раздел оперативный учет. В качестве хозяйственной операции мы указываем оплату поставщику. В качестве договора, ой, здесь нам это не нужно, в качестве источника мы указываем сумму к выплате. То есть это другой источник, то, что мы указывали там сумму к оплате до этого. Вот здесь нужно конкретно сумму к выплате. Разные источники для разных целей применяются. Давайте запишем. Да, мы не настроили связь между статьями. Давайте добавить новый элемент, вот отбор. Здесь статья движения денежных средств. Равно. И ищем нашу статью. Так. Извините, забыл, какая была статья. Плату поставщику. Плату поставщику. Все. Мы настроили связь непосредственно статьи бюджетирования с статьей движения денежных средств, которая указывается в заявке. Переходим в заявку. Еще раз проводим. Правилась. У нас проявилась заявка, потому что у нас появилось правило. Но я хочу сделать по-другому. Я хочу отменить проведение. Я отменил проведение, а сейчас не проведено. Я укажу здесь, допустим, 20 миллионов. По-моему, 16 у нас было. Еще раз провожу. Не удалось. Почему? Видите, общее превышение на 17,2 миллиона в лимите по статье. То есть он пишет ошибку, по какой статье именно, по какой организации, по какому подразделению он не смог найти дополнительные средства. Но, опять же, вот мы увидели, что нам не хватает денег. Окей. Но у нас есть определенные права админские. У нас есть галочка сверх лимита. То есть мы можем нажать кнопочку сверх лимита и провести заявку. Все. Заявка у нас проведена, даже несмотря на то, что правило не соблюдается. Так, по лимитам. Теперь у нас последний раздел. Это по отчетности. Посмотрим отчеты. То есть что система может нам предложить по отчетности. Переходим в бюджетирование и планирование. Отчеты по бюджетированию и планированию. Во-первых, что касается БДДС. Самого БДДС. У нас есть наши виды бюджетов, в которых мы можем как угодно все это настраивать. Мы можем здесь суммы показать. То есть по поступлениям, по выбытиям. То есть можем настроить, чтобы здесь, допустим, были суммы. Можем настроить любое отображение всех этих значений. По месяцу, по неделе, с план-фактом, с несколькими сценариями. Допустим, у нас конец года, у нас скользящее планирование. Мы можем вывести в этом отчете вообще данные по кварталам с данными из эталонного планирования на год. А потом с обновлением, которое было со второго квартала до конца года, с третьего квартала до конца года и с четвертого квартала до конца года. Мы можем все это вывести. Можем с отклонением. То есть, как я показывал, вот именно отклонение по суммам, по процентам. Это конструктор, можете настраивать как угодно. Можно не вот эти вот скобочки делать, если отрицательное значение, а можно просто минус и красненькое. Можно так сделать. Это оформление, я покажу в бюджете. Структура бюджета, настройки оформления. Вот здесь вот есть настройки оформления. Можно вот здесь вот ячейки, если это простая таблица. Если это ячейки, можно, соответственно, здесь поставить на эту ячейку мышку, нажать вот здесь вот сверху оформить выделенные ячейки. И, соответственно, здесь есть гибкий конструктор. Он даст вам именно оформление текста, цвет, формат и так далее. Можно сделать больше нулей, можно сделать до тысячных и так далее. То есть это то, что касается оформления. Отчеты. Какие отчеты нам предлагает система по бюджетам? Можно вывести лимиты, лимиты расхода денежных средств. То есть то, что мы сейчас настроили, сейчас лимиты. Это касается именно лимитов, сейчас выведет. Видите, это касается именно лимитов, если бы мы делали не через бюджетирование, а через лимиты, вот вторые, вот НСИ, вот эти вот лимиты по расходу денежных средств. Какие отчеты еще есть? Самая часто применяемая таблица – это оборотная ведомость по статьям бюджетов. Она выводит данные по тем, так, месяц, сейчас, вот февраль. Она, соответственно, выводит данные, все данные, которые введены в систему. Если вам нужно посмотреть непосредственно, какие данные введены в систему, по каким статьям, по каким аналитикам, по каким сценариям, вы можете открыть этот отчет, вы увидите данные по сценариям, вы увидите данные по фактам, вы увидите отклонения. Кстати, вот здесь он может еще в сумме считать значения, если выделять. Есть такой отчет, но его надо пощупать, посмотреть, пригодится или нет. Вообще, в принципе, те же самые данные вы можете получить и в самом регистре. Ну, вот мы данные вводили, оплата, заработная плата. Вот мы видим, 2 800 за февраль. Здесь тоже есть свои настройки. Есть простые настройки, есть расширенные. Ну, то есть, кто умеет пользоваться самой платформой, тот может поиграться с настройками и вывести что-то для себя. Так, по другим отчетам. Что нам еще интересно? По показателям бюджетов, оборотно-сальдовое, то же самое. Вот что я хотел показать. Проверка связи показателей и бюджетов. Либо и связи статей и показателей бюджетов. То есть, вы можете вывести какие-то данные, потому правильно вы настроили свои статьи и показатели или нет. То есть, видите, выводится настройка связи и статьи и показателей. Это полезно очень, когда вы настраиваете прогнозный баланс. Если вы настраиваете прогнозный баланс, то вы можете вывести этот отчет или отчет проверка связи и показателей. Он вам скажет, правильно вы настроили. То есть, каждая или статья бюджета имеет приход и расход по показателям, которые вы используете для прогнозного баланса. Ну, это касается только тех, конечно, кто делает прогнозный баланс. Дальше. Дальше. Лимиты расхода денежных средств мы посмотрели. Из тех отчетов, которые касаются нашего примера, в принципе, все. Есть еще задачи бюджетного процесса, но это касается уже непосредственно планирования самих задач бюджетного процесса. Так как это казначейство, еще покажу, что есть в казначействе отчет. По казначейству самый важный отчет – это ведомость по денежным средствам. Типовой отчет, но в нем можно увидеть все данные по движению денежных средств. У меня где-то открыт был. Ну, ладно. Еще раз. За февраль. То есть, я его, когда заполнял, он у меня был пустой. Но здесь я при этом вижу, что у меня начальный остаток 2 миллиона. Значит, у меня в моем бюджете тоже должно быть 2 миллиона. Именно в настройках моего уже бюджетного отчета. Что еще касается отчетов. Казначейство. Отчеты по казначейству. Так, здесь, сейчас скажу. Вот. Еще есть лимит расходов денежных средств. План фактный. Тот же самый, по сути, отчет. Он ничего не отображает, потому что у нас сейчас не февраль. Так как у нас были данные за февраль, он поэтому нам ничего не отображает. Не знаю, может отобразить что-то. Ну, вот да, отобразил. Сумма план, сумма факт, сколько мы перерасходовали. Это вот он сразу подтянул заявку, кстати. И процент перерасхода. Ну, потому что очень большие цифры были по факту. Так, коллеги, бюджеты мы сделали. БДДС мы настроили. Лимиты настроили. В принципе, можно перейти к вопросам. Давайте перейдем к вопросам, если они есть. Нефинансовый показатель может быть, например, вес или килограммы. Да, то есть в качестве нефинансового показателя может быть все, что угодно. То есть это то, что именно вы понимаете под этим вспомогательным нефинансовым показателем. Ну, то есть для примера, допустим, цены, нормы запаса, какие-то ставки, норматив страхового. То есть это либо коэффициент, либо значение. То есть если вот так вот зайти в него. Давайте создадим. Либо коэффициент, он может быть либо денежный, либо количественный. Соответственно, если это вес, то это количественный будет. Будет ли предоставление доступа к записи вебинара? Запись будет на канале YouTube. Можно будет посмотреть. Любая величина в количестве или сумме выражения. Тоже, наверное, про нефинансовый показатель вопрос. Так, запись вебинара, презентации. Опять же, запись будет на канале YouTube. Так, про сценарий ответили. Как настроить правила получения данных по статье BDR? Смотрите, бюджет доходов-расходов, бюджет денежных средств. Обычно, когда финансист начинает работать в 1СЕРП, да, есть определенная путаница в понятии. Смотрите, у нас есть статьи бюджета. Вот в системе самой, в принципе, без разницы, что это за статья. Статья – это бюджет дохода и расходов. Доходная статья – расходная. Или это статья по денежным средствам. В системе без разницы. Это элемент системы, бюджет, статья бюджета. То есть, как вы ее назовете, такая она и будет. Вот у меня, допустим, движение денежных средств, поступление и оплата. А если доход-расход, то выручка, коммерческие расходы. Правила получения фактических данных. Также, как я показывал, тоже заходим в коммерческие расходы, правила получения фактических данных. Вот здесь какие-то настройки есть. Можно из оперативного учета настроить. Выбрав хозяйственную операцию, интересующую вас. Здесь вот поступление услуг, допустим. Выбрав источник, сумму. И, соответственно, все остальное это уже в бюджете настраивается. Можно настроить из регучета. То есть, просто регучет. Выбираете нужный счет, который вам нужен. Какой-нибудь там 20 или 25. Ставите, что вы хотите увидеть. Оборот дебит, оборот кредит или обороты. Можете поставить в качестве отбора корреспондирующий счет. То есть, с какого счета это должно прийти. И правила все то же самое. Бюджетирование уже настройки, вот как я показал. Вывести можно сценарий. Можно также вот в бюджете. Я, наверное, не показал. Бюджет движения директорных средств. Если так вот нажать на статью, здесь можно сделать отбор по сценарию. По умолчанию он указывается в отчете. Но, в принципе, вы можете вот так вот нажать. Определяется это в дополнительном отборе. Нажать. Ну, здесь будет у вас равно. И вывести факт. Фактические данные. И он в бюджетах, либо при заполнении, либо в отчетах будет подтягивать уже фактические данные. То есть, просто так он подтягивать не будет. Ему нужна вот эта вот ссылка конкретно на сценарий. Либо на плановый, либо на какой-то плановый, либо на фактический. А как отбор по статье расходов сделать? Он должен быть в аналитике. Отбор по статье расходов. Не понял вопроса, что такое отбор по статье расходов. Именно в бюджете или где-то еще? При настройке правила. А, по статье расходов. Все, понял. Блин. Закрыл чат. Случайно. По статье... Не было? Статьи. Статьи. Правила. Также там вот видите дополнительный отбор. Здесь видите статья. Добавить дополнительный метод. Статья. И здесь можно выбрать, показать все. Статьи доходов, активов, расходов. Статьи расходов. Вы привязываете к какой-то непосредственно статье расходов. Здесь, кстати, не к статье, а прям к группе привязано все. Так, настройку через произвольные запросы покажите. Особенности какие? Через произвольные запросы. Так, ну через произвольные запросы это делается уже непосредственно при разработке. Потому что произвольные запросы это уже надо зайти в конфигуратор. Если напишите, где именно вы это увидели, я покажу. Так, ну там в статьях было, наверное. Или это в статьях вы увидели. А, вот эти произвольные запросы. Здесь смотрите, произвольные данные, если вы про это говорите. Произвольные данные, здесь настройка схемы получения данных. Вот это настраивается в конфигураторе. Но это не касается уже нашего вебинара. Это нужно уже, нужна уже разработка в конфигураторе. И, соответственно, она здесь подтягивается. Ну вот, в частности, если вам нужно подтянуть какие-то данные, на которые ERP не рассчитана, то можно сделать настройку схем получения. Но я обычно советую делать это не через статьи, не через фактические данные, а через нефинансовые показатели. Потому что тогда система сильно не ломается. Потому что здесь тоже есть настройки. Здесь тоже есть произвольный запрос через СКД, схему компоновки данных. Здесь можно создать расчет, и это не повлияет никак на статьи, на показатель. Это просто вот такой сторонний источник данных, и можно подтянуть его потом в бюджетах. Как правильно настроить бюджет? Расчитал, если 150 статей и 500 подразделений. Смотрите, здесь зависит от того, что именно вам нужно. Вы хотите отобразить в БДДС все статьи, все подразделения. Ну да, зависит от ваших мощностей технических, насколько быстро будет грузиться. Если так много статей, надо понимать, для кого этот БДДС предоставляется. Если эти данные для вас, как для финансиста, допустим, вы финансист, вам нужно их проанализировать. Вы можете для себя сформировать отчет из 150 статей, из 500 подразделений. Все это проанализировать. Как это сделать? Давайте бюджет откроем. Вы можете сделать подразделения. Вы можете сделать, перетащить подразделения. Ну, смотрите, 500 подразделений, смотря что имеется в виду. Это места возникновения затрат. И для чего они вам нужны? Зависит от того, что именно вам нужно. Если вы хотите посмотреть по подразделениям, то вот в такой вот условной иерархии подразделения будут первые. А дальше по статьям. Если 150 статей и 500 подразделений, то, наверное, лучше сначала статьи, потом подразделения, потому что просто их будет, они будут повторяться. 150 статей. Но, опять же, вам это не поможет, если вы хотите посмотреть именно по каждому подразделению данные. Надо смотреть на то, для чего вы формируете БДДС. Вы хотите просто сверить эти данные? Ну, да, вы можете это сделать. Отчет выведется. Долго-недолго будет загружаться. Ну, как-то он будет загружаться. Если это просто отображение статей, если вы сверяете, и если у вас это просто отображение статей, то он загрузится достаточно быстро, потому что он будет просто отображать данные. Это то же самое, что загрузить отчет по оборотам статей. Если там уже есть какие-то расчеты, это будет чуть дольше. Но тоже, если это расчеты в одну строчку, это одно дело. Если это расчеты по каждому подразделению, это, конечно, другое дело. Но вряд ли у вас есть по 500 подразделениям расчеты по начальному и конечному остатку. Ну, я надеюсь, что нет. Иначе одному вам это отследить будет очень сложно. Ну, надеюсь, ответил на вопрос. Вообще настроить можно как угодно. Если это БДДС, опять же, для предоставления руководству, то вряд ли руководство интересует все статьи и все подразделения. Наверное, их интересует, допустим, на один лист общие данные БДДС начальной остатки, сгруппированные статьи по, допустим, финансовой, инвестиционной, оперативной деятельности, либо по организациям, если много организаций, либо по каким-то крупным ЦФО, вот вы пишете 500 подразделений, они могут вводить, 500 подразделений могут вводить эти данные. Могут выводиться данные по 500 подразделениям, но у вас же эти подразделения все равно в иерархии в какой-то находятся. То есть все равно у вас есть какие-то объединяющие уровни ЦФО, Центры финансовой ответственности, либо Центры маржинального дохода. Если это общий консолидированный БДДС, то, скорее всего, нет необходимости вводить по всем подразделениям. Вот если... Бюджеты я выключил. Сейчас. Решетирование, виды бюджетов. Если касается бюджета... Сейчас покажу еще раз. А, он открыт. Если это касается бюджетов, то вы можете вывести вообще вот такой вот маленький бюджет, а если вам нужна какая-то расшифровка, то вы можете либо нажать на эту цифру и вывести данные, которые забиты в этом бюджете. То есть если нужны данные, пожалуйста, можете провалиться. Либо вы можете вывести какой-то бюджет, который может расшифровывать эти данные. Ну, зависит от того, для кого вы это делаете и зачем. Надеюсь, ответил на вопрос. Коллеги, вопросов больше нет. Уже больше двух часов, к сожалению, прошло. Извините, что заняло ваше время. Спасибо за то, что пришли. Обращайтесь в нашу компанию, если у вас есть вопросы. Удачного вам окончания дня. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok